В Твери прошли соревнования по дзюдо, посвященные 30-летию со дня основания регионального отделения общественной организации «Союз Чернобыль». Местом проведения стало известно не только в регионе, но и за его пределами школа борьбы «Олимп». 25 августа 1993 года в Тверской области было учреждено региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз Чернобыль». Уже на протяжении многих лет она поддерживает тесные отношения со школой борьбы «Олимп». Неудивительно, что когда возникла идея отметить юбилейную дату организации спортивных соревнований, то с местом их проведения вопросов не возникало. Так как у нас очень плотные, теплые взаимоотношения с школой «Олимп», мы решили провести в честь этой даты эти соревнования детей. В церемонии открытия соревнований приняло участие немало почетных гостей. Среди них специально приехавший из Москвы руководитель общероссийской организации «Союз Чернобыль» Вячеслав Гришин. Борьба – это один из очень важных видов спорта, который воспитывает не только спортивные навыки, но и мужество, но и самообладание, героизм. С этими словами полностью согласен тренер школы борьбы «Олимп» Николай Максимов, который совершенно случайно именно в эти дни приехал в отпуск из зоны спецоперации. Он отмечает, что там ему очень помогли навыки, полученные при занятиях в дзюдо. Уверенность в себе, по-другому никак. Везде страшно, но уверенность в себе, но занятия в зале прибавило очень сильно. Совсем юная Виктория Савинская занимается дзюдо уже 4 года. Как и Николай Максимов, она тоже успела применить борцовские навыки в реальной жизни. Причем также это было сделано в какой-то степени в бою, а точнее в уличном поединке. Был мальчик, и он обижал другого мальчика. Мальчик тот был слабенький. И еще была зима, и я ему сделала переднюю подножку, чтобы он не лез. И больше он не лез к нему. Я его держала, пока он не скажет, что он больше не будет лезть. Всего за победу в этот день боролись воспитанники школы борьбы «Олимп», разбитые на три возрастные группы. 11-12-летние бились за медали в шести категориях, 13-14-летние в пяти, 15-18-летние в семи категориях. Все призеры получили заслуженные награды из рук ветеранов-чернобыльцев.